Приветствую вас, друзья дорогие! Вам встречались такие люди, которые изучают Писание, изучают много, читают много, читали много раз Библию, но в которых вы не видите духовности, не видите духовной зрелости в этих людях? Или, может быть, даже эти люди изучают Библию индуктивным методом, у них может быть заполненная индуктивная Библия, у них могут быть очень много учебников, целые полки дома в библиотеке учебников заполненных, но все равно вы не видите в этих людях духовности, не видите зрелости. Почему это происходит? Конечно, причины могут быть многие, но я хочу вам указать на одну очень важную причину. Вот в первом послании к Тимофею, в 4 главе, в 16 стихе, апостол Павел говорит так Тимофею. Он оставил Тимофея в эфесе, чтобы он вел церковь, чтобы он вел служение там, чтобы он поставил на служение других. Ну и вот Павел говорит ему так, вникай в себя и в учение, занимайся всем постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушаешь их тебя. Видите, Павел говорит, вникай в себя и в учение. Значит, надо вникать в учение, в то учение, которое мы получаем из Слова Божия, изучать Слово Божие, вникать в Слово Божие. Но недостаточно этого. Надо еще вникать в себя. Надо вникать в себя, понимать себя, видеть себя в свете Слова Божия, дать Слову Божьему, показать тебя. Примерно то же самое говорится и в послании Якова, там, где говорится, что человек, который слушает только Слово, он уподобляется тому, который смотрит в зеркало и видит природные черты лица своего, но потом уходит и забывает сразу. А вот тот, который вникает, вникает в Слово Божие и пребывает в нем, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем Слова. Значит, тот человек, который изучает себя, вникает в себя достаточно для того, чтобы можно было применить Слово Божие. Потому что невозможно применять Слово Божие, если мы не вникаем в себя достаточно, если мы не исследуем себя, если мы не видим своих проблем, причин, тех проблем, которые мы имеем, решения этих проблем. И без этого не может происходить духовный рост. И видите, тут Слово, которое переведено здесь, я возвращаюсь обратно, 1-й посланник Тимофея, 4-я глава, 16-й стих. Вот слово, которое здесь переведено на русском «вникай», это греческое слово «эпеко», которое означает «держать», держаться, стремиться, задерживаться, держать в поле зрения, внимательно смотреть, пристально следить, задерживаться, оставаться. Это означает свой взгляд задерживать на себе, внимательно присмотреться в себя, пристально следить за собой. Потому что иногда причины наших проблем, они могут быть очень очевидны, но только потому, что у нас нет времени всматриваться в себя, поэтому мы не находим решения этих проблем. Мы вроде бы изучаем Библию много, но так и не можем найти решение своих личных проблем. Поэтому очень хочу призвать всех вас, тех, которые изучаете Писание, те, которые преподаете Писание, очень хочу вас призвать, чтобы вы сделали время для себя, чтобы каждый из нас делал время для себя, чтобы вникать в себя, задавать себе вопросы, искать ответы на эти вопросы, искать в себе, это очень важно. И проводить время в размышлении над собой, над тем, как ты живешь, в свете того слова, которое изучаешь. И, конечно, очень важно, чтобы мы научили людей делать то же самое, чтобы мы подавали пример в этом. Я знаю, что многие христиане, они даже не знают, как это делать. Ну, даже вот, к примеру, вижу, что у многих есть стремление тогда, когда изучают Библию индуктивным методом, и когда в учебнике доходят до вопросов на применении, они или не отвечают совсем, или отвечают очень коротко и поверхностно, не проводят достаточно времени над этими вопросами. Но как раз там происходит наш духовный рост. Вот тогда происходит это вникание в себя. И не надо останавливаться на этом, надо продолжать дальше, искать. И потом также, когда преподаем, когда доходим до применения, возможно, что иногда остается мало времени. Из-за отсутствия времени, из-за желания закончить быстрее урок, быстро читаем эти вопросы на применение, чтобы люди их записали себе, и все. И некоторые записывают их просто для того, чтобы тогда, когда они будут преподавать другим, чтобы у них были эти интересные вопросы. Но не для того, чтобы исследовать себя в свете этих вопросов. Но вот очень важно, чтобы мы, как учителя, настаивали на том, чтобы люди обдумывали хорошо, серьезно и достаточно эти вопросы, чтобы они вникали в себя. И таким образом происходит истинный, настоящий духовный рост. Не только на уровне информации, сколько информации мы знаем из Слова Божия, но и на уровне трансформации, насколько Слово Божие меняет нас. Да, поможет нам Бог сделать это. Благословения вам!